У стен об администрации несколько десятков харьковчан. Просят местную власть не наступать на права трудящихся. Николай Ганзи почти 40 лет трудится на заводе Шевченко и пять из них бесплатно. Говорит, предприятие задолжало ему больше 20 тысяч гривен. Живет в долг. Разным людям я уже должен. Я уже не считаю, сколько я должен. Если бы дали деньги, я бы тому отдал, тому отдал, тому отдал, рассчитал. А так люди позычают, потому что с голоду не будешь пропадать, а заставляют. Рядом с шевченковцами на митинге сотрудники железной дороги. Люди жалуются, их увольняют незаконно с работы и выносят выговоры без всяких оснований. Сегодня мы пришли, в том числе и представители железной дороги, чтобы поддержать требования о том, что нет незаконному увольнению, незаконному привлечению в дисциплинарные ответственности, достойную работу, достойную плату за эту работу, соблюдение требований законодательства. Митингующие выступают за отмену некоторых законов, которые приняла действующая власть. Считают, что нормы законов противоречат Конституции, в том числе и земельный кодекс. Земельный кодекс преступный, который дает право продавать. Кто будет их продавать, тот преступник, против которого мы готовы применить силу. Может стать вопрос так, что нам надо будет создавать какие-то народные ополчения, чтобы защищать нашу землю от иностранного нашествия. То есть это наше заявление, которое будет очевидно проголосовано. Митингующие разошлись уже через несколько часов. Из чиновников к ним никто не вышел. Резолюцию с несколькими десятками требований намерены передать президенту и депутатам Верховной Рады. Виктория Таряник, Павел Кубраков, Медиагруппа «Объектив».